Всем привет, с вами Прия. Сегодня хочется побеседовать об изменении лута в патче 7.2 с МИХ+. Я делал уже подобное видео по этому поводу, но хочется все-таки более детальнее рассмотреть все это дело и с такими весьма хорошими примерами. Итак, давайте сделаем так. 7.2 стартует уже весьма скоро. Вы это все прекрасно знаете и понимаете, следя за моим каналом, за моими видосиками. Всю информацию можно отследить по каким-либо контентам, давлениям и прочим моментам. Итак, 7.2 повышают сложность мифик подземелья. Не будем забывать об этом. Возможно, сейчас на ПТР они не подняты в своей силе, но по крайней мере на живых серверах это точно будет. Примерно на 30% где-то это дело поднимут. Итак, и лут, который мы будем получать с обычных мифик подземелий будет 865. То есть с обычных мифических подземелий мы будем получать лут, как сейчас, с прохождения десятых подземелий. Эта таблица, которая сейчас приведена, это таблица текущая в обновлении 7.1.5. Сегодня я сходил чаще уровня пятого в обновлении 7.2. Давайте же посмотрим, какой лут падает нам со всего этого дела. Итак, первый скриншотик. Я даже специально приближу маленько, чтобы вам это было нагляднее смотреть и удобнее намного. Вещица пятая пахальная имеет уровень предмета 875. Это сравнимо с 13 ключом. Но по сложности мы пронесли без хила и без одного дамагера. Вполне спокойно. У последнего босса в пятой чаще было 120 миллионов хп. То есть это дело еще не отбалансировано. И может еще что-то в плане лута изменится. Но мне кажется, навряд ли. Далее. Типа с дополнительного сундука, так как мы прошли все-таки пятую чащу на три сундука. И таким образом мы получили добычу с пятого, шестого и седьмого эпохальных ключей. С шестого, восемьсот, восьмидесятая бещица. С обычного сундука, который в инсте. Вы только вдумайтесь в это. Ну и далее с седьмого сундука. Аналогичная восемьсот, восьмидесятая шмотка. Таким образом я могу сказать, что наш фарм сместится. Скорее всего при дропе таких вещей. А если мы сейчас фармим 13, а еще более приоритетные инсты в виде 14 или 15 с целью получения большего и лучшего количества лута. Мы сместимся на, скорее всего, восьмые, девятые и десятые ключи. Как-то так, то есть в текущий момент это происходит как-то так. К тому же я посидел, покопался по поводу различной информации. Давайте сейчас я в последний раз покажу вам таблицу лута в 7.1.5. В текущий момент, видите, да? С 14 ключа 880 шмот. То есть они делают сплющивание. Вот и все. Чтобы особо вы не засматривались на мой ВК, на мои личные сообщения, я сейчас прочту вам одну такую строчку. Мое чтение, конечно, очень классное, но все же. Слушаем внимательно. Это по мифик, кейстон, данжу. Ну, по мифическим подземельям с ключами. Итак, equipment rewards, то есть награды в виде шмота, through level 10, have been improved. Что означает? Что означает? Такие вещи, что шмот, получаемый с обычных мифик подземелий, максимально будет падать с 10 ключа. С 10 ключа мы будем получать, ну, лут получается 885, как и сейчас с 15, либо его чуть-чуть апнут, типа 890, будем лутать с 10 ключа в обновлении 7.2. Посмотрим, потестим. Мне очень хочется поскорее увидеть новую таблицу по 7.2 на самом деле и найти, наконец-таки, аффиксы недельные, которые будут в 7.2. Ну, я думаю, это ближе к обновлению, уже будет за 2-3 дня. Вот. К чему такие мотивы по поводу того, что с 10 максимальный лут? Ох, сейчас зайдем мы на ПТР. Я думаю, у меня это получится. И это будет все работать. Это самое главное в текущий момент, чтобы все работало. А, давай же. Да, оно запускается. Отлично. Самое главное, чтобы оно еще прогрузилось побыстрее. Это будет вообще идеально. Итак, вход в игровой мир. Собственно, как вы знаете сейчас, максимальная награда с недельных сундуков это 15-е. То есть, когда вы получаете шмотку с недельного сундука, вам пишут. Эпохальный 15, кованный титанами. И вещица, какого у нас там 900-го эквипа, верно? А пролутав недельный сундук при максимально закрытом, разумеется, пинсте, аналогично 15-м. То есть, ну, я как сделал? Я просто скопировал своего персонажа с живой версии на версию тестовую. И у меня в момент переноса не был вскрыт недельный сундук. Ну, я решил оттянуть это дело, да? И когда я его открыл здесь, на тестовой учетной записи, написал эпохальный 10, кованный титанами. Логично предположить, что с 10-го ключа все-таки будет максимальный лут. Не с 11-го, не с 12-го, а конкретно с 10-го. Делайте небольшое сплющивание. Запомните это. Хочется услышать ваше мнение по поводу этого. Что вы думаете об этом, некоем сплющивании. И готовы ли вы отдавать нам свои 7-е, 8-е, 9-е, а то еще и лучше 10-е ключи в возвращении в Каражан верхний ярус? С какой целью мы будем ходить туда? Ой, я вам сейчас расскажу. Так, скорее всего, я не знаю. Либо с осмотрителя будет начинаться верхняя часть Каражана, либо с медива. У меня нет информации по поводу этого. И даже если мы побежим в Каражан на супер-пупер быстром маунте, мы не попадем в Каражан. Пишет, подземелье недоступно. Не суть. Мы будем ходить с целью дропа вот этого вот дела, да? Вот этого. То есть плюсом броня. Это очень классно. С целью дропа этого колечка. Да? Других полезных вещей, разумеется. Ну а ради чего еще ходят миф-плюсы? Ради вещей, конечно же. Вот. И ради этих самых аксессуаров, конечно, желковластности. Это самый наисильнейший тринкет в соло-таргет, наверное. Ну я не шарю в этом, но он хорош, по крайней мере. Как мне говорят. Вот такая вот информация. Счастья вам, здоровья. Легендарок побольше. Всех благ. Ну и... Чтобы эпики падали рекой и... И левел был как у очень хороших шаманов. До скорого.